Вот у нас как бы случайные лоскутки ткани, то есть даже не предполагается, что мы будем заморачиваться на какие-то изыски. Вот берем остатки платка, это мог быть старый мамин платок. Когда ребенку делали такую куклу, то он пах мамой, успокаивался. Кукла Полена, так она и называлась в древности, появляется в руках мастерицы буквально за две минуты. Там завернули, здесь подвязали и можно нянчить. Свою первую народную куклу Вера Шаркова сделала 7 лет назад и с тех пор с головой погрузилась в кукольный мир. И надо так вот, что называется, дыхнуть, не могу, руки чешутся, трясутся, хочу сделать. Понимаете, я бросаю все, это какой-то ужас просто. Я ничего не могу делать, вот самарская барышня родилась так. То есть увидела лоскуток, я пока ее не сделала, я не могла оторваться. И это может быть ночью, это может быть днем. Своим созданием Вера Шаркова обязательно дает имена. Но имена кукольные, а не человеческие. Самарская барышня, борская парочка или просто кукла для игры. Куклы имеют свою магию, говорит мастерица. Но относиться к ним слишком серьезно не стоит. Кукольники все-таки не ведунья, смеется Вера. А там наверняка были и заговоры, и молитвы, и все. Но мы их не знаем. Очень мало сохранилось подлинных кукол. Много уже придумок, знаете как. Откроешь интернет, ой, там прям волшебные. И лечат, и денежку дают. И детишек, и все-все-все. И все вот в одной куколке такой. Ну что, когда, чем больше занимаешься куколкой, тем больше понимаешь, что это, наверное, не есть правильно. Волшебство заключается в процессе создания куклы. И это действие завораживает. Мгновение и на свет появился зайчик на пальчик, сердечный дружок. Вот так вот им играет ребенок мякенькую. Успокаивается, шепчет свои секретики все. А зайка их никому не рассказывает. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События.